А вот когда все это появится в парламенте в виде законопроектов, громких заявлений будет, конечно, очень много. Но все они столкнутся с простым фактом. Украина в ближайшее время должна вернуть кредиторам так много, что без МВФ точно не обойтись. Только в этом году, по оценке главы Назбанка Валерии Гонтаревой, придется отдать больше 2,5 миллиардов долларов. Из них больше миллиарда тому же МВФ. В следующем году тоже придется вернуть фонду впечатляющую сумму, больше 2 миллиардов долларов. А должить такие деньги у кого-то еще наше государство точно не сможет. И поэтому программу сотрудничества с МВФ на сегодняшний день, похоже, все-таки придется выполнять. И выполнять в полном объеме. Но вот как это сделать, если в нынешней Верховной Раде даже под нескандальные законопроекты трудно собрать 226 голосов, а вопрос о коалиции, есть она вообще или нет, переходит уже в разряд неприличных. В том смысле, что уже просто неприлично повторять вопрос, ответ на который и так очевиден. Впрочем, этот вопрос до сих пор портит нервы политикам. Иначе не появлялись бы каждую неделю все новые слухи о том, что депутаты пытаются хоть как-то, ну, то ли реанимировать старую коалицию, то ли создать новую из трех участников. Блока Петра Порошенко, Народного фронта и радикальной партии Олега Ляшко. Вот и на этой неделе в СМИ опубликовали проект очередного коалиционного соглашения на троих. Так называемую программу переформатирования старой коалиции и разделения власти вплоть до выборов 2019 года. В программе довольно подробно расписано даже то, как именно участники этой коалиции должны убеждать общество без альтернативности такого сценария. А вот главный герой всех этих слухов о новой коалиции Олег Ляшко даже во время отдыха в Вене не удержался и еще раз прокомментировал тему. Но сделал это двояко. С одной стороны, он вроде бы и отказывается спасать БПП и Народный фронт, которым отчаянно не хватает депутатов. С другой стороны, заявляется о своей готовности стать третьим в коалиции и называет ряд условий. Публичная их часть сводится к очень популярным вещам. К примеру, повышению зарплат и пенсии. А вот что в непубличной, если учесть прошлый опыт голосования радикальной партии за ключевые законопроекты коалиции, в том числе и за госбюджет, узнаем, наверное, уже во время пленарных заседаний в ближайшее время. Как раз тогда, когда тайные обещания МВФ станут явными. Но из-за них придется все же как-то дособрать заветные 226 голосов. Продолжение следует...